друзья добрый день с вами вера вы на канале мыс алтая прошел наш главный праздник 8 марта уже привезла цветочки много заказов снимаю для вас недельное видео флориста и я поняла что это видео получается очень длинным поэтому разговорное видео в теплице которые наснимала для вас решила решили поместить отдельно в отдельное видео так как оно получается слишком слишком длинное поэтому давайте переместимся туда друзья вот мы в теплице сегодня по плану не пересадка петунии она у меня вот какая уже цвета цветастенькая цветет цветет вовсю нужно уже пересадить корешки хорошие дождалась меня с 8 марта всех с ней хорошо сейчас пока буду грустно это расфасовывать по стаканчикам стаканчики такие небольшие это знаете от мускарей как с которой мы сделали посадочки на 8 марта все они мне как пригождаются немножечко здесь шумит работает выброс горячего воздуха сверху то что в теплице так тепловато даже жарковато и короче срабатывает все в общем ничего страшного хотела поговорить по итогам по работе на 8 марта как справились какие были ошибки вот такие отзывы нашей работе вот и начнем все по порядку в этом году сначала мы объявляли что до 5 марта принимаем заказы но сделали стоп заказов уже 4 марта мы по-моему в прошлый год тоже так же как бы делали да но я писала что успеваете делайте до 5 марта принимаем заказы может быть и раньше будет стоп по заказам у меня книжка по заказам я вам показывала там кольца и когда уже то есть туда невозможно будет как бы вставлять листочки для меня это сигнал что все хватит как бы принимать заказы потому что в каждом листике не по одному букету есть и по 5 букетов если по 10 букетов в общем на один листик не один букетов в каждом в каждом листике еще по несколько заказов вот поэтому 4 сделали стоп и больше как бы не брали в руки телефон не отвечали на телефонные звонки но только как бы редко когда уже совсем до 5 еще брали отвечали потому что спрашивали организации сколько что стоит и так далее кто-то писал на ватсап на я хорошо распечатала прайс сценами просто фотографировала игру все вопросы пожалуйста то спрашивают тюльпан потом отвлекают спрашиваю сколько роза стоит а сколько стоит еще то там что-то сразу скинули прайс и красота и сразу вопросов намного меньше так далее почему же я одна торгую с 4 по 6 марта момент почему же у меня девчонки на складе почему почему я здесь одна потому что народу еще не так много не так много народу даже если создается какая-то очередь люди знаете спокойно ждут как бы мы же все приходим в продуктовый магазин до набираем все что нам нужно и стоим ждем пока нас обслужат и никто не возмущается стоим и ждем своей очереди а почему здесь должны люди возмутиться да когда же их обслужат они спокойно стоят ждут своей очереди коли они приехали к нам ну немножечко подождите видно же что очередь да конечно какие-то кто-то по предзаказам приходил обслуживание очередь мы просто как бы отдавали до заказы вот а тем временем девчонки на складе делали уже параллельно заказы если смотрите вот например нам нужно вот мы делали запас если например у нас сегодня 5 число то мы должны все заказы на седьмое число сделать мы например до двух часов ночи можем проторчать но мы на седьмое число все заказ должны сделать 6 6 там если что остается временем на форс-мажоры какие-то там или такие букеты которые например из тульпанов до которые очень быстро или все собираются далее если 6 6 на число то на 8 марта все заказы должны быть собраны хотя бы часть хотя бы часть хотя бы часть хотя бы основная часть хотя бы цветы должны быть отставлены вот и в первую очередь из заказных букетов на 8 марта я с мы собираем те букеты которые нужно отправить на доставку то есть первым делом я пролистываю что на доставку собираю чтобы например часов 12 в первом часу они были у меня уже все готовы так отвлеклась немножко темы вот и я остаюсь в магазине 1 со мной там лена до кассир она рассчитывает я быстро обслуживаю скорость обслуживания у меня сборки букетов очень большая поэтому я справляюсь 1 девчонки делают заказы на складе как вы уже видели и выполняют какие-то мои поручения какие-то заказа также собирают витрину то есть сумки бесконечные делали и делали 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 и делали они только успевали мне подтаскивать подтаскивать и вот далее момент сразу что ли садить пересаживать через куда-то встать вот короче а седьмого уже числа потому что очень много заказов не было сделано на восьмое число как не сильно много то есть достаточно было количество они заменили меня в четыре часа то есть пришли вдвоем народу очень много было уже под вечер вот и меня заменили я пошла спокойно делать заказы на 8 марта тоже вы можете как бы так чередоваться конечно если бы я осталась там миром блин что все шатается работа бы в магазине хватил я бы там не сидела бы сложа руки но и заказных букетов у нас бы не было сделано вот поэтому я удаляюсь на склад и они выходят так скажем из тени и торгуют торгуют не до 7 как обычно по-моему 9 торговали народ шел-шел-шел вот кто-то приходил седьмого оставлял покупал все и то есть как бы хотели сделать заказ мы говорим заказа не делаем покупайте с витрины или тут же готовы что-то собирали они оплачивали и мы отставляли они 8 спокойно приходили и забирали то есть все подписывали так делали но заказа мы не брали то есть все делали в порядке живой очереди кто-то говорила мне надо на работу вы меня запишите я завтра приду и заберу мы так не делали что как бы стойте ожидаете иначе мы забудем про вас люди стояли и ожидали то есть вот эта работа в порядке живой очереди так и называется то есть мы сделали можем могли там записать до фамилии не все но отставить но делали сразу же и говорим что вы сейчас уйдете мы будем работать с другим клиентом мы вас все мы мы не букет не сделали не записали то есть у вас вы остались без букета мы не записываем делаем ну по факту в общем вот и так тоже мы очень много букетов собрали и заказов но вот получается помимо книжки вы как вы видели на видео мы делаем аж бросок по букетам то есть что это такое у меня очень бешеная бешеная быстрая сборка букетов я очень очень быстро собираю мне не нужно думать куда какой цветок поставить все это делаю очень быстро по расстановке девчонки мне только ну как бы они стоят по столам выкладывают на стол ингредиенты так скажем да выкладывают на стол и я в быстром темпе подлетаю к одному столу собираю они уже подрезают его ставят на водичку и пока я в другой стороне собираю букет выкладывают на стол ингредиенты на другой букет вот и получается очень очень быстро без упаковки то есть мы накручиваем очень много букетов и на следующий день они у нас как бы все расходятся то есть это недорогие букеты по 3 розы с зеленью по 5 роз бордовых самых ходовых вот и эти букеты потом упаковываем попробуйте это очень 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 классно то есть вы можете взять человека который даже вообще не умеет собирать букеты но который может просто взять эти 5 роз положить вам на стол да и убрать этот букет подрезать и выложить еще другие другие цветочки то есть это получается очень быстро вот это вот вообще классно так дальше получается по упаковке по упаковке мы угадали мы угадали по упаковке что нужно что нужно обязательно разрезать ее то есть если листами мы ее резали 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 мы эту упаковку до посинения и не напрасно очень удобно девочки очень очень удобно у тебя батальон букетов положил тищу который уже не нужно каждый листик тогда брать сгибать он уже тебя уже собраны быстренько тищу на букет тут же вот эти листы и связываешь то есть у тебя у нас получается одна связка на букет все очень очень быстро и хорошо поэтому в прошлом нас или на следующий год упаковку мы будем обязательно готовить обязательно все сумочки также будем готовить но только дешевенькие будем поменьше делать да даже может быть и так же сейчас все равно они пригодятся пусть они будут запасе ничего страшного год на год не приходится что еще хотела сказать а новомодные сумки вот эти под тюльпаны прозрачные которые привезла я показывала мы так и не использовали вот моя теория подтверждается нужно на 8 марта собирать такие букеты которые вы хорошо умеете делать которые хорошо упаковку то брать с которой вы хорошо умеете работать эти новомодные ну как бы была мысль в них по 15 тюльпанов положить ну коль у нас их совсем было мало тюльпанов как бы у нас было всего 3000 штук мы с ними очень быстренько справились прямо прям быстренько быстренько так дальше по срезу по срезу я все себе зафиксировала что нужно больше брать обязательно больше буду брать гвоздики больше буду брать альстромерия потому что это самый самый стойкий цветок и место они занимают не так много как магнум например вы видели сколько место занимает у нас магнум и сколько гвоздика это вообще гвоздики было в два раза больше чем магнуму вот и с ней никаких конечно же проблем в помещении у нас помещение у нас не топилась несколько дней мы все одевались очень тепло хорошо также записала что все-таки финик он уже как-то устарел что ли как-то у нас уже другое видение сильно мы его и не используем но тут заказали по логотипу прошлогоднего вот решили от него на следующий год прям знаете чуть-чуть возьмем чуть-чуть совсем а так что такое количество брать больше не будем дальше розы мы возьмем столько же потому что именно столько роз влазит наш холодильник в наш закуток очень мне понравились вот эти ванны в использовании это 1 8 марта где мы их используем мы просто прочищали розы например брали две одинаковые пачки один человек прочищал складывал пятерку отдельно но пониже да и повыше потому что в одной пачке есть пятерка и шестерка да и я уже по ростовке подрезала на ножку делала резиночку сверху вот эту картонку которая идет розы упаковывала на степлер и закидывала в ванну и внизу мы поставили еще бачки вот и замечательно все у нас как бы вошло единственное я мы отказывали организациям в покупке одной розы потому что заказали очень много зелени да и можно было конечно все продать по одной розе и остаться все без роз вот и поэтому я смотрю уже ты и не так много осталось я начала отказывать организациям вот ну и конечно же чтобы мы мужичкам нашим сказали да приди они с утра и у нас не было бы ни одной розы вот а девчонки по одной розе крутили 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 это моя дочь и племянница крестница тоже крутили они обеспечили по одной розе на мои девчонки по одной розе не крутили некогда было они делали сумки небольшие букетики вот по одному тюльпану по одному тюльпану крутила мама она уже здесь дома крутила в на летнем доме и по три штучки тоже снабдила нас мама потом на еще нас кормила вот седьмое восьмое очень удобно когда нас кормят не отвлекаешься на еду да все мама принесла там же не привез ее со всей провизии каждый сбегали друг друга по подменяли по покушали и спокойно работаем дальше так по сумочкам корзиночка не сказала так ну и по веточкам буду заказывать поменьше лимониума гипсофилы также вот гипсофилы много не бывает так скажем да с гипсофилы вообще если мы еще тласпи заказывали но тласпи с апрела нам ее совсем не дали вот у нас был план что мы с гипсофилы будем делать коробочки сумочки мы как бы немножко делали на продажу все разобрали но не в таком количестве которое сколько предполагалось да потому что тласпи лимониум можно было поставить композиции из гипсофилы гипсофилу можно было все как бы до поставить просто на на сумочке монобукета вот так ну конечно же итог нашей работы это отзывы наших клиентов отзывы начали получать с первых дней благодарили за букетики ведь мы когда начали за как бы принимать заказы мы прописывали мы скидывали анкеты мы писали что мы не можем ну как в обычные дни фотографировать да поприкладывать а как будет сочетаться согласовывать как-то с клиентами если как бы но у нас было условие если вы хотите у нас заказать то но как бы на полном доверии в выборе нашего цветочка мы как бы глаза у нас здесь да мы вам все подберем и по качеству посмотрим в общем все у клиенты писали свои пожелания какие-то фоточки скидывали вот заранее ой знаете цветы нам немножечко когда нам третьего отдали вот второго числа у меня было уже достаточное количество достаточное количество заказов очень много было заказов на тот момент и вот этот день мне как бы второе число я обсчитывала заказы то есть и на компьютере у меня уже были цены я делала предчеки по составу скидывала клиентам говорила вот будет состав букета например там три альстромерий пять диантусов фаустома там или что-то еще кустовая роза что по цвету мы все как бы подберем потому что потом некогда будет в этот предчек скидывали и клиент уже знал клиент клиент уже знал что ему вот это вот такая-то сумма к оплате либо бесплатная доставка либо платная сколько она будет стоить и так далее по времени мы как оговаривали курьеры у нас грузится в 9 часов начинают работать по маршруту то есть ко времени мы не привязывали у нас три курьера и они как бы до 9 ой до 10 10 30 они все уже отрабатывали ежели клиент говорит ой мне нужно только где сети но мы тогда говорили ничем вам помочь извините не можем так немножечко ракурс выставила камеру пониже сделала что-то пишет камера перегрелась бедная не выдерживает тоже маке болтовни матой ничего так вот про курьера да и мы людям отказывали говорили что точно ко времени нет тем более они например не в первых рядах заявки сделали тут в последний момент и дайте нам букет к девяти часам ну извиняете нет кто-то уже потом ну ладно как привезете так привезете возьмите наш заказ некоторые кому кого не устраивал ну делали заявки в других магазинах и все мы к этому вообще спокойно относились для нас главное было четко слаженная командная работа мы должны были тоже не подвести наших мальчишек не загонять их в этот день чтобы они спокойно без всякого надрыва потому что в городе сумасшедшие что сумасшедшие сумасшедствие очень много машин и нужно было всех развести спокойно и по маршруту вот насчет доставочки так и по по оплатам также я к скидывала клиентам вот 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 такие цветочки подберем в букет то есть состав да они могли потом спокойно да им привезли букет они могли открыть этот предчек пересчитать по головам все что в букете например три хризантемы у них там три розы 2 альстромерия упаковка двойная тишью есть веточка там лимониума есть и так далее и ну как бы все нас не обманули состав состав как бы подтверждается да какой был заявлен все нас и отмечали в инстаграм очень приятно вот девчонки довольны остались на на первые сутки не было негативных отзывов не негативных таких что цветы там подвяли до 9 числа потому что для меня это наверно показатель если 9 никто не написал к вечеру там до 10 там до обеда тоже хух пролетела как бы ну потому что цветы цветы реально они подвергаются такому блин шоку это это капец их везут и задержали пока мы тут их чистим все потом отставляем по вазонам собираем когда время подходит отдаем курьером они их там значит упаковывают ночь хранятся не в холодильнике естественно ну как бы в прохладном помещении потом снимаются с воды везутся в везутся не сразу до сначала к одним другим и букет попадает ну как бы стрессе уже там например может он час пролежать без воды еще что-то так на 10 ну как бы все все вы все в основном благодарили за шикарные цветочки что очень очень приятно 10 к вечеру написала постоянная клиентка наша приехала к маме и розочки уже немножечко подвявшие были скинула фотографии кстати среди них была и гвоздика на что и удивилась его друзья пока я тут говорил у меня перегрелась и разрядилась камера так солнышко уже зашло не так ярко стала покажу какую петунья рассадила вот такая красота у меня в этой стороне здесь осталось полить налила водички пусть чуть-чуть постоит все пролью потом подрежу то есть вот эти все макушечки все уберут цветочки подрежу чтобы она у меня уже по бокам вся начала ветвиться куститься какие красивые специально оставил чтобы показать какие красивущие расцветочки гвоздичку по несколько штучек и посадила алису малису сразу в побольше горшок вегетативно ему чем больше тем лучше мой ну вот это то какая красота будет у меня вот этот бомбит хуа тоже сейчас все подрежу вот это очень красивая очень легко просто черенкуется она вот прям красоточка розовенького такая тоже хорошо растет все это череночки такие несуразные сейчас мне самое главное их сформировать то есть мне нужно обезвредить ножницы ножницы просто беру маникюрный спирт чтобы никакие никакой вирус не занести растения буду их формировать резать чирикать чтобы очень очень красивая шапочка формировалась у нашей петунии так но здесь дальше я вам уже показывала вот все рассадила приготовила себе еще крыночку я оказывается вспомнила я помидоры не посеяла себе не помидоры не перцы ничего нет поэтому земелька осталась приготовила контейнер сейчас закрою крышкой унесу домой завтра в магазине возьму помидорчики вот перчики и посею всегда это делаю после 8 марта с прекрасным все созревает вырастает перцы никогда я рано не сажу потому что перцы идут а помидор еще нет а зачем они нужны перцы если у меня нет помидор чем я их буду есть да вот а когда сажусь вместе все спокойно вырастает и одновременно плата ность так я недорассказала недорассказала же я как я общаюсь с клиентами если мне пожаловать на букетик газ кинули фотографии остромерия бодрячком гвоздичка бодрячком 1 там не очень и роза кустовая как бы не очень в первую очередь конечно же я приношу свои извинения что пишу что надеюсь праздник не был испорчен и я анализирую в каких условиях у меня был этот букет где он стоял как он чего как бы это да ну вот на такие праздники я даже знаете сильно не разбираюсь подрезали вы ножку сфотографируйте ко мне где он у вас стоит насколько же в воде в вазе воды я знаю клиенты постоянные постоянно берут умеют ухаживать за цветочками вот и а вы знаете мы торопились мы даже порошка не положили вот каризаль чека да не привязали мы это всегда делаем но там такая бешеная скорость и мы не положили тоже наше упущение и я благодарю всегда клиентов кто пишет мне что вот цветочек да там не очень до подвял там себя повел вот так я конечно благодарю потому что с помощью вот этих вот вот коль когда кто-то промолчит да не скажет потом за спиной будут говорить вот у них там цветы плохой цветок а когда нам пишут и напишут наши постоянные клиенты я очень благодарю потому что я смотрю какой какой сорт цветочка до меня подвел на праздники в каких он условиях был у меня у клиента вот доставка да там через сколько минут может быть через час только до когда выехал курьер букет попал то есть цветы перенес перенесли колоссальный стресс я всегда беру на вооружение какие сорта роз меня подвели в тех или иных условиях и в следующий раз я их просто не беру либо рекомендую клиентам уже совершенно другие цветы да например что мы помним что что-то нас подвело делаем акцент более на более стойких цветочках вот в общем и клиенту я я сказала что при следующей покупке у вас будет скидка 50 процентов все клиент не отписался спасибо что отреагировали я еще раз извинилась попросила чтобы она вытащила из вазы подвязшие цветы и чтобы оставшиеся цветочки хорошие и еще долго долго радовали вот но конечно у нас это единичный случай вот на 9 марта сегодня уже 11 марта это единичный случай кто мне вот написал ну я я благодарна что не промолчали тем более клиенты хорошие постоянные вот и я рада что что написали что вот такая ситуация произошла ну и что друзья я вам показала что я сделаю в теплице мы с вами побеседовали по 8 марта если какие то вопросы у вас остались пишите ваши комментарии ставьте лайки спасибо что смотрели видео до конца до новых встреч пока пока